Слово Божие Это послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Мы зададимся вопросом, почему мы все отвечаем за проступок Адама? Действительно, это представляется чем-то несправедливым, что когда-то в начале рода человеческого наши прародители допустили преступления и мы все, как бы не причастны к этому преступлению, должны за это отвечать. И давайте обратим внимание на то, что говорится в Священном Писании. Это послание к римлянам, 5 глава, с 12 по 19 стих. Но сначала прочитаем 12, от которого мы с вами как бы отталкиваемся, и потом последующий контекст, который как раз и окажется ответом на данное смущение. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем, то есть в процессе Адаме, все согрешили». Но кто-то может задаться вопросом, а почему этот грех называется прислушанием Адама? Казалось бы, сначала Ева ослушалась Бога, сорвала запретный плод и дала потом Адаму. Но все, что происходит в семье, за это всегда отвечает мужчина. И только потому, что он является мужчиной. Поэтому, если что-то не так с женой или с детьми, муж как глава всего семейства, он несет ответственность в том числе в данном контексте и за прислушание праматери Евы. Поэтому этот грех чаще в библейских текстах связывается с Адамом. Итак, мы с вами прочитали. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». И далее. «Ибо и до закона, то есть до Моисея, грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно прислушанию Адама, который есть образ будущего». Казалось бы, нету заповеди, нету и нарушения заповеди, нету и греха. Однако прислушанием Адама мы все умираем и возвращаемся в состояние праха, из которого и был создан первый человек. И смерть царствует от Адама до Моисея и над согрешившими, и над несогрешившими, подобно тому, как согрешил Адам, или там дети умирают, младенцы. Какая может быть у них личная ответственность? Далее апостол Павел рассуждает, «Но дар благодати не как преступление». То есть через одного мы все страдаем, но действие милости Божией должно быть более всеохватывающим, когда через одного, то есть Христа, мы обретем значительно больше того, что мы потеряли в Адаме. И Павел развивает эту мысль, «Ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие, то есть все потомки Адама, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Вы слышите? Дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Это справедливость. Если через одного грех и смерть вошли в этот мир, то через одного, как бы второго Адама, как Павел называет Христа, начинает преизобильное действие милосердия Божия, то есть благодать. И дар, то есть вот эта благодать, не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Десять, а что сделал Адам? Он вкусил от запретного древа один грех. Но через этот один грех в мир входит смерть, а что делает благодать во Христе Сыне Божьем? Через одного, искупление всех грехов, ибо действие благодати, оно всегда предизбыточествует для многих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдания и жизнь. Ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. И в древнелатинском пасхальном песнопении есть такие слова «Мы благословляем то преступление, имеется в виду прислушание Адама, которое вызвало такое спасение, как Боговоплощение». И святитель Иоанн Златоуст, это его гомилия на послании к римлянам, он пишет «Подобно тому, как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезни и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел, сказав, что мы оправданы и доказав это через пример патриарха, то есть Авраама, не спасла ни Духа и смерть Христа, поскольку Христос и не умер бы, если бы Он не хотел оправдать нас. Он, то есть Павел, теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно Он говорит о смерти и о грехе и исследует, каким путем и откуда явилась смерть и как она возобладала. Это интересный вопрос. Откуда взялась смерть? Если Бог сотворил человека весьма хорошо, то как минимум человек был бессмертным. И Златоуст продолжает свое рассуждение «Итак, как же взошла и возобладала в мире смерть через грех одного, то есть Адама? Что же значит в нем все согрешили? То, что как только пал один, через него сделались смертными все, в том числе и те, которые не ели от дерева? Но когда восстал из мертвых один Господь наш Иисус Христос, через Него оправдание многим. И как прислушанием одного грех входит в мир, так и справедливостью и правдой Божий послушанием одного Христа Иисуса Господа нашего оправдания многим. Таким образом, вот эта несправедливость, почему мы отвечаем за грех какого-то древнего Адама, она уже не имеет власти над нами. если мы имеем спасение во Христе и со Христом, который, как второй Адам преодолевает в себе самом, в своем истинном человечестве, выдучи истинным Богом прислушание первого человека, становясь первым для нас, ибо о Христе сказано «Един ходатай, един посредник, между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Будем помнить об этом, братья и сестры, нету основания для уныния. Христос победитель греха и победитель смерти этого последнего нашего врага, который подкарауливает нас. Поэтому, если наступит момент нашей кончины с верой в того, который смертью смерть попрал, мы перейдем этот последний рубеж, примем эту последнюю эпитимию как из рук Бога. И тот, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, он воскресит и нас, верующих в него. Итак, сегодня достопочтимые отцы, братья и сестры, мы рассмотрели еще одну тему. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok